Вот эти белые кружки это самые настоящие клизмы, которые были сделаны в Швеции в 40-е годы. С гордостью рассказывается владелец ресторана Марис Ревелс. Сумасшедшая идея о том, чтобы открыть подобное заведение, его посетила еще в советские времена, когда он был, по его собственному выражению, паршивый сельский докторишка общего профиля. В бизнес задумка воплотилась лишь в этом году. Была встреча в обществе врачей. И как-то посреди других вещей вдруг речь зашла о том, что у всех есть свои рестораны, вот там у художников есть, у актеров есть, у бандитов есть, у всех, кроме врачей. И так я говорю, ну да, у меня уже есть такой старый концепт. И как я его рассказал, тишина, одну минуту, и потом все коллеги пришли, все, моментально это надо реализовать. Бывший доктор лично подыскивал для своего детища интерьер. В какой-то клинике выпросил залежавшееся гинекологическое кресло. В другом медицинском учреждении нашел котлы для стерилизации инструментов. Один из ресторанных столиков – копия стола патолога-анатома. А барную стойку в госпитале величают не иначе, как аптекой. По заведению с деловитым видом снуют медсестры в белых халатиках. Девушки при необходимости могут пульс и давление измерить, но иногда бывают очень строги. Если клиент себя там нехорошо ведет, то мы ему предлагаем идти в дурдом вниз, можем одеть смирительную рубашку. Подвальная часть ресторана не для слабонервных. Здесь есть и дверь в никуда, и петля, чтобы повеситься. А недавно там открылось новое, незапланированное ранее родильное отделение. Белые мышки, приобретенные администрацией ресторана для материализации и галлюцинаций клиентов, оказались не тремя миленькими мальчиками, как уверяли в зоомагазине, а двумя самцами и самкой. Сидя за самым настоящим хирургическим столом, в госпитале можно заказать, к примеру, сладкое, раздавленный мозг с правым или левым глазом, что мы и сделали. О, говорят, правый глаз еще ужасней. О том, настоящий ли в моей миске глаз или нет, медсестра пообещала поинтересоваться на кухне, посоветовав при этом для полноты ощущений отведать суп для сумасшедших или зашитый настоящими хирургическими нитками кровавый стейк. Уходя, она шепнула, что снимать швы придется при помощи скальпеля и пинцета, а благодарность можно выразить просто в конверте. Я здесь в первый раз. Мы с другом услышали, что в Риге открылся такой ресторан и решили сходить. Мне очень нравится интерьер. В первый раз Кристина решила не рисковать и заказала еду из обычного меню.